Эти кадры нам предоставили жильцы дома по Елагинскому проспекту. Видеозаписи строительства они ведут с января прошлого года. Тогда началось возведение участка скоростной трассы в Приморском районе города. Заказчиком работ является западный скоростной диаметр. Круглосуточно, днём и ночью. Буровые машины круглосуточно, днём и ночью. Грохот, рёв автомобилей, непонятно что. Поставили нам вроде вентиляционное устройство. Но представьте себе, с этими вентиляционными устройствами, вот сейчас холодно, если их открывать. Но сейчас пока дороги нет. А будет она, чем мы будем дышать, неизвестно. Шум и загрязнение экологии – не единственное, на что жалуются жильцы. Скоростная автомагистраль проходит в 45 метрах от дома. Люди считают, это слишком мало. Застройщик уверяет – нормально. Проектная документация по объекту строительства на данном участке вот конкретно в районе Елагинского проспекта, дом 42, про который вы говорили, получила положительное заключение федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Роспотребнадзор называется эта служба. Кроме замены окон, застройщик обещает установить между домом и дорогой шумозащитные экраны и озеленить территорию. По мнению жильцов, этих мер недостаточно. Люди требуют расселения многоэтажки. Активисты дома уже написали президенту и обратились с заявлением в суд. Ожидая очередного заседания, возмущенные горожане пачками рассылают жалобы в различные инстанции. В ответ вместо реальных действий приходят лишь официальные письма с обещаниями разобраться в ситуации. Денис Бечин, Виктор Лостовец, Дмитрий Тимофеев, Кирилл Краснов, РНТВ, Петербург.